Депутаты областного законодательного и городского собраний – самое близкое к избирателю звено власти. Волеизъявление граждан на этом уровне выборов – основа демократического устройства. Поэтому те, кто хотят лучшего будущего для себя и своих детей, не упускают возможности повлиять на него в эти дни. Металлурги – многое тяжело работающие для своего города, активные и требовательные избиратели. Вот почему они в числе первых на избирательных участках города. Утро пятницы 11 сентября – первый официально предварительный день голосования, в который своим правом решили воспользоваться немалое количество магнитогорцев. И это не только те, кто решил освободить свои законные выходные для садовых и прочих забот. Это те, которые считают выборы своим правом правом сильного человека. Собственно говоря, нынешние выборы – это выборы не про общие вещи, не про судьбу Родины, не про стратегию развития государства. Это про то, что рядом, про свой дом, про свой двор, про то, что нужно будет воплощать в жизнь уже с понедельника. Причем с теми людьми, которые сегодня победят на выборах. В этом году выборы стали удобнее для людей. Есть возможность выбрать время и даже место голосования. Активный избиратель, впрочем, своим принципом не изменяет и голосует в день открытия участков. В числе первых правом досрочного голосования воспользовался председатель Совета директоров ПАО ММК Виктор Рашников. Как преобразуются улицы, мы все жители видим. Как реконструируются за эти же годы парки, скверы, тоже мы это видим. Сегодня на выходе уже театр имени Пушкина. Можно сказать, только осталась старая коробка. Все остальное мы видим, все совершенно новейшее. Сегодня произведена модернизация. За последние годы мы пустили вместе с вами же Ледовый детский дворец. Сейчас полным ходом приступили к строительству, то, что мы говорили, парка притяжения. И, как мы обещали, с мая не получилось в связи с пандемией. Но с 3 августа мы приступили уже к строительству внутренних дорог, к строительству подстанции. И буквально 2 недели назад вышло распоряжение премьер-министра Мишустина о выделении нашему городу порядка 600 миллионов на строительство и реконструкцию дорог, все которые будут прилегать к парку притяжения. То есть это очень такой сильный мы получили сигнал, поддержку со стороны федеральных органов. Поэтому это тоже буквально вот за эти годы, что, так сказать, произошло в городе. Но по комбинату тоже мы часто с вами встречаемся и видим, что каждый год в том году мы анлофабрику запустили, абсолютно новейшую, которая производит 50% всего агломерата. Вот в этом году запустили стан 2 500, который сейчас набирает ход. Но это тоже, мы будем говорить, коренная модернизация. То есть мы по этапам все поменяли. То есть на старой площадке построили новый, так сказать, стан, и который с октября месяца будет уже выходить на производительность, месячную производительность, которая будет соответствовать там 5 миллионам по году. Ну и буквально вчера я проводил очередное совещание по строительству коксохимической батареи. Теперь приступили еще к очень такому серьезному, даже по масштабам сказать, он в два раза будет превосходить и аглофабрику. Вот что мы хотим сейчас построить, это коксовые батареи мощностью 2,5 миллиона, которые точно тоже будут производить 50% от всей коксовой продукции. где будет и биохимия, и производство 2,5 миллиона, и это будет сухой кокс. То есть мы видим, какие преобразования сегодня идут, поэтому сказать за кого, как проголосовать, никаких, я считаю, проблем не должно быть. И я считаю, что мы должны проголосовать за надежных, так сказать, ребят, за надежных наших коллег, которые сегодня это, в общем-то, делают. Не за призрачные обещания, что мы сделаем то, то, то. А надо сегодня продолжать вот это вот ускоренное развитие города, тем более для этого все есть, ну и реконструцию, так сказать, комбината. Поэтому, ну, я еще раз проголосовал за тех ребят, которым я верю, которые доказали себе, что они эти 5 лет могут работать. Надо преемственность эту сохранить. Выбор человека всегда в пользу перемен, либо состоявшихся, либо ожидаемых. Мы выбираем своих представителей, депутатов на 5 лет. Это очень немало в наше динамичное время. Наша повседневная жизнь, самые насущные проблемы города, улицы, микрорайона, мы доверяем конкретным людям. И в этом наше сегодняшнее право и наша сегодняшняя ответственность.